Бабушки Веры есть огород. Там растут помидоры. На первый взгляд, обычное занятие с дефектологом. Малыш немного неуверенно повторяет вместе со специалистом отдельные слова и звуки. Однако за внешней простотой скрывается глубокий смысл. Шаг за шагом ребенок учится выстраивать причинно-следственные связи. Изучая на протяжении многих лет психику и психологию детей, ученые пришли к выводу – развивая мышление и память, мальчики и девочки совершенствуют умение говорить. При работе с детьми с нарушениями речи детям тяжело очень запоминать. Поэтому в своей работе я начала использовать методику наглядного моделирования. Это способствует лучшему запоминанию, правильному построению предложения. Речь имеет большое значение в психологическом развитии ребенка. И это хорошо понимают педагоги-воспитатели специализированного детского сада номер 19. Дети, имеющие проблемы с речью – их непосредственный профиль. Для них разработан специальный реабилитационный комплекс, включающий как классические, так и инновационные методики, например, система ТРИС. Использование одного из инструментов – ТРИС-технологии, модель, объекты, имя признака, значение признака – для более эффективного развития связанной речи детей и развития мышления. В своей работе я стараюсь использовать не только эти методы, но и системный оператор, морфологический анализ, круги, лулия, игры «Да, нет» и многие другие. Повышение квалификации раз в три года обязательно проходят все специалисты. Или в Минске, в АПО, в Академию после дипломного образования, или в нашем институте развития образования. В межкурсовой период у нас, конечно, организуется методическая работа в учреждении. И так как у нас достаточно высокий, скажем, по образованию и квалификации состав педагогов, то используются в основном в методической работе многие нетрадиционные формы. То есть обычные консультации, семинары уже не столь актуальны и не столь эффективны. Поэтому это обычно практикумы, деловые игры, семинары, аукционы. Обучить ребенка говорить можно и с помощью творчества. Вместе с педагогами ребята часто ставят небольшие спектакли для близких и родных. Большое внимание уделяется и музыкальному воспитанию, в частности, логаритмическим играм. Логаритмические игры, логаритмические попевки, все, что я даю на своих занятиях деткам, это обязательно должно быть движение с речью. То есть мы не просто поем песенки, танцуем, мы стараемся еще все это проделывать с движениями. Если это танец, значит мы прибавляем речь, слова, если это песня, значит прибавляем движение. Физическая активность – один из важных элементов работы с детьми, имеющими нарушение речи. Во-первых, ребята укрепляют здоровье, а во-вторых, учатся осознанно делать разное движение. К слову, во многом именно движение и жесты помогают развивать мышление. Для закрепления при работе с детьми применяется и система театра жестов, когда дети интерпретируют руками то, что слышат. Подход к каждому малышу, конечно же, индивидуальный, а результаты говорят сами за себя. Мы определяем на начало учебного года уровень знаний, умений, навыков детей. И в последующем течение года мы диагностируем наших детей. И в конце подводим итог, смотрим, чему не добились, что узнали нового. По итогам комиссии медико-педагогической центроведы, которая работает каждый год у нас весной, в среднем мы выпускаем около 50 детей с нормальной речью. Это в школу мы выпускаем старших дошкольников. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дород Бакунович, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, Бук-ТВ.